Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, ознакомиться с их автобиагрой Карел Ван Мандер. Поэт, писатель, историограф, живописец из западных Ландерей, автор знаменитой книги о художниках. Родился в семье знатных родителей, которые дали ему французское имя Шара, позднее ставшее в более привычной форме Карла. Они также пригласили в 1568 году первого учителя генского художника и поэта Лукаса де Херре. Их пути вскоре зашлись, поскольку де Херре был выслан из страны за связь с движением Реформации. После этого Ван Мандер поступил в ученики Питеру в Лирик. В 1570 году Ван Мандер вернулся в родной город Мелебеке и посвятил себя драматургии и поэзии. Предпринял путешествие в Италии в 1573 году. Побывал в Флоренции вместе с Джорджем Вазари. Работал над фреской в куполах собора Санта-Мария-дель-Фиори. В Терне Мандер получил заказ на фреску на тему Варфоломейского ночи в память о убитом Гаспаре де Калинии. Эта фреска частично сохранилась до настоящего времени в галерее Палат Пада Терна. В Риме Ван Мандер познакомился и подружился с художником-манеристом Портоломеусом Франгером. И находился под его влиянием. Я цитирую переводную Википедию. В 1577 году работал в Базеле. Позднее переехал к Кремс и далее в Вену. И вместе с Хансом Монтом работал над созданием триумфальной арки по случаю прибытия в город в июле 1577 года императора Рудольфа II. Через некоторое время вернулся в родные края. Однако из-за религиозных преследований несколько лет спустя ему пришлось бежать из Мельбек. Он, его родители и семья нашли убежище. Но война и болезнь вынудили его бежать снова. В 1583 году он прибыл в Харкем, где прожил последующие 20 лет. Вместе с голландским художником Корнелисом Корнелис Сенном, рисовальщиком и гравером Хендриком Гольсуусом в 1587 году основал академию художеств или как ее позднее стали называть Харкемскую академию манеристов. Академия, построенная по итальянскому образцу, изучали пластическую анатомию и рисовали с обнаженных моделей, в том числе женских, что в то время на севере Европы было запрещено. Прожил свои последние годы в Амстердаме. Умер в возрасте 58 лет. Рассказывали, что перед смертью художник произнес «Когда придет смерть и нет другого выхода, тогда лежи спокойно и умри». Учениками Карла ван Мандера в Харлеме был Франц Халс и Генрих Гертисотт. Его называют гуманистом севера. Он много рисовал, писал стихи, прозу, создавал картон и шпалер для Франсуа Принкса. Написал собственное произведение, вдохновленное жизненописанием наиболее знаменитых живописцев-воятеля-изучек Джорджа Вазарь. Это первый искусствоведческий труд в Северной Европе. Книга написана на голландском языке 17 века, состоит из шести частей и считается одним из основных источников по истории искусства в Северной Европе 15-16 веков. Имела огромный успех во многих странах. Есть русский перевод, я тоже ее пролистывал. Для своей книги ван Мандер заимствовал тексты Джорджа Вазарь и Плиния Старшего. Использовал стихотворения нидерландского живописца, скульпторы и поэта Доминика Лумпсония и Лукаса де Херре. Сочинение ван Мандера представляет собой ценнейший первоисточник сведений о многих художниках Северного Возрождения, в том числе о нидерландских и немецких романистах, сведения о которых в других источниках отсутствуют. Вот так вкратце из переводной википедии о поэте, писателе, историографе, живописце из западной Фландрии, авторе знаменитой книги художников Карелл ван Мандер. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok